Фундаментальная физиология является основой наших специальностей и в консервативной орхопедии, то есть использование средств, облегчающих положение тела, оно широко идет. И принципы, которые там используются при построении этих вспомогательных вещей, мы коснемся сейчас именно век. Но все мы роды из природы, и те условия, в которых формировался человек как биологический вид, они всегда являются тем, где этот вид, к чему он приспособлен был, в каких условиях он формировался, и это является для него некоторым оптимой. Хочу обратить внимание, что мы изменили и свой образ жизни, всем это понятно и известно, потому что мы просто меньше двигаемся, само количество движений меньше. В среднем, я данные смотрел, где-то популяции людей считается, что где-то километров 30 проходили в день и там выполняли движения, похожие на собирательные, пробежки были очень легкими. То есть, вот такой образ жизни, приблизительно для тех до людей, он существовал и был основным. Ну, есть такое мнение. То есть, мы две вещи видим, что большее количество движений, раз, и второе, поверхность, по какой человеку двигался, или предыдущий человек, который обрел стопу и вертикальное положение тела. Мы видим, что эта поверхность, в общем-то, не те, которые сейчас у нас есть. Они не такие жесткие. И многие методики, которые применяются у нас в кинезотерапии, они... акцент делается на том, что это, как говорится, целенаправленная методика. Но не всегда изюминка заложена в этом. Очень часто изюминка заложена в том, что мы просто побуждаем человека двигаться, и общее увеличение количества движений является самым главным и самым ведущим лечебным фактором, а не то, что это какие-то супераппараты. Хорошо, следующее. Так вот, что важно. Ну, здесь мы видим слайд стопы, ну, здесь стельки фортотикс, и мы видим, какова нагрузка и каково давление на стопу. И возвращаясь к вчерашней презентации о том, что именно распределение давления, его вот эти вот пиковые значения, максимальное и минимальное, оно является тем, что формирует возбуждение рецепторов и в последующем активацию определенных сетей нервных и мышечных групп, и двигательных единиц в этих мышечных группах, которые поддерживают нашу форму. Следующий слайд. И что важно, сейчас я к слайде несколько раз вернем туда и сюда, есть еще момент, в какой последовательности распределяться будет это давление на стопу для активации автоматизмов и рефлексов. Будет оно так, как на песке, показано вот так, или оно будет сразу, вернемся назад, здесь мы видим стоящего человека, но и распределение нагрузки при ходьбе сразу здесь перелить в стоящей области на носочную возникает более пиковую. Что будет, какая разница в том и другом, можно сейчас вернуть на слайд, где показано, когда человек удаляется на спон. Чуть выше еще, нет, нет, выше, выше, выше. Вы видите, мы говорим о знаке локализации. Здесь возникнет то пиковое давление на этот участок пальца, когда мы удаляемся. Приблизительно такая же ситуация возникает, когда мы становимся на три эти точки опоры, и в этих местах возникает пиковая нагрузка. Какой рефлекс возникает здесь? Самый сильный рефлекс оттягивания, который возникнет, будет активироваться, когда мы ударились, и активированы были нюансы цепторы. Ну, или, по крайней мере, активация сгибательных рефлексов, если у нас в стопе, в стопе будут пиковые эти перегрузки, которые мы видели на слайде с тензовой тренинг. Сейчас, возвращаемся. То есть, Альпина Николаевна Чешепарико мне говорила так, формирование условий для развития организма, и это является главной задачей, формирование условий. Понимаете? Для того, как будет развиваться, ну, можно сказать, пациент спорта, или просто человек. Ну, и в какой момент мы видим? Мы видим, что распределение давления на стопу более равномерно, это на предыдущий слайд, более равномерно, когда человек стоит на поверхности, которая давит на все его участки, и менее равномерно, когда стоит на прилагаемом. Именно вот этот парус является тем суммарным аффилентным полем, которое активирует наш очень сложный механизм прямостояния. И что важно, когда активировано аффилентное поле стопы, когда есть или другое аффилентное поле, к которому мы приспособлены в ходе эволюции. То есть мы сейчас рассматриваем на примере стопы, но есть и количество движения, тоже в течение недели или в течение месяца является тем аффилентным полем. И какие мы движения совершаем, то есть если больше шаговых, а аффилентные поля нашего туловища совершают определенное количество движений, и это является тем, тем, что будет активировать наши позные рефлексы. Ну, в неврологической лидературе сейчас чаще используются позно-тонические рефлексы, а есть и термины другие, как позы, рефлексы, поддержание поз. Следующий. Так вот, это исследование было в институте Альпехта произведено, и мы видим, как человек ходит без стелек, по твердой поверхности, и 13 отношения стелек. Специальный аппарат, такой с танзометельческими татчиками, и здесь мы видим вот это, ячейки показывающие, как распределяется центр массы, мы окажем на ней, и здесь мы видим, когда человек идет, как он перемещается. То есть, очевидно, что центр массы смещен в правую сторону, он где находится, при каждом шаге. А здесь он, видите, находится по центру. Каждый шаг, сколько шагов человек делает в день, сколько ударов асимметрично будет принято нашей системой, как говорили предыдущие нашелекторы из Санкт-Петербурга. Это все скажется и на главном мозге, и на каждом суставе позвоночника, и на крупных суставах. Здесь мы видим сейчас популярный фотометрический топограф. Хороший способ для документации, реально показывающий. И мы видим в стереках, когда мы сформировали нормальное афферентное поле стопы, мы ничего не корректировали, мы просто нормализовали, привели человека в то состояние, которое естественно для него как вида. и коррегирующий пилот по отряд. Третий, мы видим, что в каждом из вариантов уменьшается, видно, треугольники талии и линия замочной коррекции. Ну, и здесь мы тоже видим распределение. Хорошо показано, более симметричный установлен. Ну, и таким образом афферентный вход, он всегда нам важен, каким он будет. И, в общем, можно так это сделать и лучше, если мы какие-то вещи делаем, которые характерны для данной популяции были людей в этом месте, и для человека как вида, то это будет активировать его в то, без чего никакое лечение бессмысленно. Ведь лечение, оно может только помочь, если есть самовоздоровление. И хирурги это знают. Если человек не болится, но если мы видим, что он не болится, то он умирает. И молодые там, и пожилые. А если болится, и чем он болится? Он болится, конечно, не нервной системой, она болится еще каждой клеточкой своего организма, которая получает какую-то, можно сказать, афферентацию, какой-то вход. Так, ну, здесь у меня написал кто-то занимается, это Сергей Иванович Точердин и Яна Юрьевна Ксечкина учились в Армидже первыми, это у Черли Байкрофта 7 лет назад уже а вот Юлия Леонидовна Мякша она ортопеда в областной больнице и Юлия Ксечкина Мачников полгода назад и уже Юлия Леонидовна успела купить на мастер-классе ЛИФа по арт-азвистакой. Юлия Ксечкина Мякша он обучался в Академии Сечни. Ну, можно вот так вот тоже, в общем-то принцип, принцип, понятно, что вот наше естественное обиталище, а не вот эта, скала. Какой важный аспект? Второй важный аспект по передаче давление на стопу это обувь. Ту обувь, которую мы с вами сейчас носим, вот этот еще подряд, массовое производство, не индивидуально, он начался лет сто назад только, не было никогда таком. Всегда любая обувь шилась индивидуально. массовое производство и получение производителями технологий формирования мнения и управления мнением как раз и привело к тому, что сейчас люди больше покупают не то, что реально необходимо, а то, что удобно для производителя в технологическом каком-то плане, поэтому акценты сделанные в обуви, например, на верхе обуви для России это очень актуально. Все смотрят сверху, что а подошва? Как значит в машине мы кто так пограмотнее подвеску обязательно смотрят и думают да, по нашим дорогам какая нужна подвеска чтобы проходить по сути. А здесь это подвеска для всего нашего организма. Итак, правило общенько амортизация в пятке правило такое чтобы принять наступание как мы наступали в песок или там в почку такую немножко она проседает под нами был такой элемент. Боковые части имеют более жесткую структуру как в верхе обуви и ортопеды всегда это использовали но так еще и в подошве средняя часть имеет разные степени распределения сопротивления материала для тронации с упинация там это тоже показано здесь мы это видим в разном жесткости вот так вот таким образом что-то помогает стопе двигаться ну и элементы касающиеся подошвы я к этому говорю величина дуги величина дуги и где будет облегчение будет активировать автоматизм в общем можно сказать увеличение дуги приводит к облегчению автоматизма ходьбы в беговой обуви наиболее сильно это сделано если нам надо больше стоять то эта часть должна быть более плоской подошвы не понимать это то что есть мерил американская фирма в россии спортмастер является официальным дистрибьютором вот эти верхние панели офисный офисный верх как вы видите но вот эти все технологии и в подошве есть к сожалению в россию не завозятся их можно только по интернету купить но заходите на сайтах а вот эти модели в той последовательности как считает спортмастер для продаж они появляются по сезону несколько сложно но на распродажах то есть когда в конце сезона можно подобрать себе хорошие цены решения здесь понятен механизм как это воздействует и две части это ортез который передаст давление создаваемое ботинком непосредственно индивидуально на каждую стопу то есть индивидуализация уже вот этой шерпотребовской рубри дано конечно же все мы знаем что любимые ботинки они как правило уже значительно поношенные ботинки которые в свойстве нашей ноги приятные и асекс мы видим это здесь сравнение детской и взрослой области мы видим там синие и желтые это взрослые и синий это линия как раз изгиба переднего переднего отдела цельчатых линий тоже это можно приобрести с полнадцатого центра есть как бы в районе можно и в Москве или заказать как же именно эти вещи являются лечебные мини все это так и термин у гинекологов есть нормализующая терапия синхронизирующая терапия можно сказать что это нормализующая терапия как она всем это показывала всем просто это просто норма наша то в чем мы ходим ходить нельзя следующий точнее то что нам предлагает сейчас промышленность обувнать но не все потому что если мы знаем эти принципы можно посмотреть и одечественные обуви сейчас они делают тоже в подобном стиле только не собственные разработки конечно но некоторые сопротивление материала пытаются подогнать и получается хорошо тоже нужно использовать улучшить здоровье людей облегчить облегчить ходьбу ну видите это индивидуализация обуви ортезами фармкотик смотря на и нужно и перед и после операций и для коррекции осанок и для улегчения более многократных изменений для салонных походков красивых достижений целевых результатов спорта в общем-то начиналось развиваться спорта по числу спортсменов имеют подобные или или эти ортезы статей еще одна технология которая связана с распределением сопротивления давления и нам нужна для сна и для поддержания пост сна мы видим сену человек спал на сене на листьях в общем-то перина тоже не самый худший вариант она создает следующий слайд то аффилентное поле и оно как мы видим оно несколько шире чем если будет человек лежать на жесткой поверхности и ликвидирует пиковые перегрузки также на следующий слайде мы видим что человек будет расслабляться если он лежит на мягком и то аффилентное поле которое сложилось в годы нашей эволюции и характерно для данной популяции именно оно и будет необходимо в активации для сохранения и поддержания козы во время сна ну или во время сидения например вот тут потом рассматривается сэрч ну вот пиковые перегрузки все тут понятно в общем-то справа видим темпу есть такой материал свойства его таковы что при давлении на него сейчас модный термин сохранение памяти memory форм но как получается сейчас продают сейчас идею а не реальные свойства значит параметры распределения давления как долго он будет держать эту форму это никто из производителей не учитывает точно так же как вот компилируют сейчас и это все правильно конечно правление двигается но простое компилирование не всегда является то что нам надо именно проверка вот самого распределения для активации рефлексов сна и поддержания горизонтального положения вот оно здесь и здесь более жесткий материал и мы видим что точки где возникают красные и желтые это места если у человека очень сильно нарушены его свойства то там где обычно возникают пролежные у например пациентов с спинами камня следующий ну и что делать ну вот он материал если американцы подготовили скафангу и обшивку делали причем физиологические эксперименты проводились тогда и параметры были выведены тогда именно суть сами параметры являются секретом ну и некоторые технологические особенности самого материала Швеция и Дания это делают ну и в Америке зала есть еще в Воронеже тоже есть ну можно так тоже хорошо ну или тем более следующее значит материалов много делают и в том числе вот здесь видна предновидная подушка или вот сиденье тоже для положения таза более таком вот для активации автоматизма в прямом поддержании прямого положения тела в положении сидя ну подголовники в общем-то подушки там подушка лучше всего нужна со свойствами индивидуализации поэтому у них есть подушки который этот материал он внутренне нарезан его можно отформировать под себя поэтому на самом деле ортопедические подушки с этими вырезами конечно хороши ну да индивидуализация к сожалению невозможна в полноценной мере значимо применять зная вот эту теорию применять ее на практике используют совершенно разные средства в том числе в быту то есть идея возвращения в природу для нас будет все более и более актуальна хорошо спасибо за внимание спасибо 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 спасибо